Оказывается, мы живем не совсем правильно. Оказывается, мы тратим чересчур многое, при этом не видя очевидные вещи. Дело в том, что наши машины изначально были заточены работать на газу. Уже потом, немножко прокопав земельку, мы обнаружили, что существует еще и нефть. А до этого, извините, все работало на газу. Может быть, имеет смысл перейти обратно на газ? Да, конечно, имеет смысл, потому что на газу ездить в три раза дешевле. Я раньше пробовал, мне 15 тысяч еле-еле хватало на месяц. А сегодня и сейчас даже спортивный автомобиль, турбированный, переведенный на газ, мне приносит чистую экономию в 9 тысяч рублей, то есть 4 тысяч рублей на месяц. Неплохо, да, получается? Ну и для того, чтобы приехать и перевести свой автомобиль на газ, куда надо приехать? Да вот, центральная городская ярмарка, мое любимое место, кстати, машины я здесь катаю. Вот, и тут индивидуальные предприниматели есть. И вот в этом павильоне номер 21 вы записываетесь на установку газобаллонного оборудования у лучшего специалиста города Магнитогорска. Да гламурные конкуренты сдохнут от зависти. Хотя, по сути, конкурентов ни у меня, ни у Владимира Леонова-то и нет. Да потому что просто обсосать предпринимателя без результата – это легко. Для меня важен результат. Как и для того человека, через чьи руки проходила как минимум половина газовых автомобилей города. Каждый день 500 километров, да? Естественно, люди меняются, да, естественно, кто-то с шаловливыми ручками бывает залазит. Да, да. Куда вы приезжаете делать? Ну, постоянно на это перевод автогаза, на это люди. Как быстро они могут делать машину? Ну, конечно, быстро. Я недавно пришел, уже готов, все готов, сделаю нормально, все готовили. То есть, наверняка, умеющие и быстрее, чем конкуренты? Да, да, да. Нормально умеют, потому что постоянно приезжаем сюда. А теперь представьте, сколько работают у достаточно скромного человека. Установка нового и переделка того чуда, которое ставят лошарики и смешарики. Потому что великоразумные магнитогорцы дошли до того, чтобы съездить в Челябинск, сэкономить, по сути, тысячу, а затем получить геморрой. Это нормально, и это по-нашему. Я, конечно, может быть, для вас и не авторитет, но турбированный Sky загнал сюда. Гоняет любо-дорого. Как и самые авторитетные автомобили, которые тоже являются спецификой Владимира. У нас экономика такая странная, что человек может настолько сильно сэкономить, что потом водитель начинает краснеть и бледнеть. Я не специалист, но обратил внимание, что какая здесь типичная ошибка? Ну, элементарная ошибка, как бы у всех, у многих установщиков, будем так говорить. То есть, испаритель, редуктор-испаритель и некоторые узлы деталей газобаллонного оборудования устанавливаются вблизи выпускного коллектора и также по выхлопной системе. То есть, практически привязываются к ней. Это уже идет нарушение требований Ростехнадзора и требований по установке газобаллонного оборудования. Ну, хотелось бы, чтобы обращали на это внимание и не допускали таких ошибок при установке. Потому что впоследствии все-таки зависит от этого и жизнь людей, и пассажиров, ну, и самого водителя безопасность движения на дорогах. Все это очень интересно, но кто-то не ставит инжекционную систему впрыска, да? Обходится обыкновенной хлопушкой. При этом, еще и забываю, что свечки необходимо вовремя менять. Что получается? Ну, происходит хлопковый эффект. Соответственно, выход некоторых деталей и узлов автомобиля из строя. Ну, потеря финансов, потому что неграмотно было поставлено, несвоевременно была проведена техническая проверка транспортного средства. То есть, замена свечей, бронепроводов, катушек зажигания, что приводит к хлопковому эффекту. А также настройка газобаллонного оборудования, некорректная, будем так говорить. В ваших силах не только исправить. Вот человек сюда приехал, и все, у него настроение пропало, и деньги пропали, естественно. Но если, допустим, небольшой ремонт, если вы берете машину и заранее видите, что проблема именно в свечах, именно по электрике, все это можете устранить? Ну, мы это все делаем, предлагаем людям устранить, как бы, все эти дефекты, для того, чтобы потом машина работала и не дергала, не трепала им нервы. Ну, и, соответственно, происходит экономия. То есть, они уже спокойно работают на линии, не заморачиваются на том, что у них хлопки происходят, дергатня в автомобиле происходит именно по газовой группе и по электрогруппе. И пусть мы начали с небольшого павильончика на ЦГМ, больше всего порадовало отсутствие понтов. Да они есть у некоторых, которые при слое V12 или Turbo включают счетчик. Ведь, по сути, ничего сложного нет. Считал последовательность цириндров после первого, вставил инжектора и баллон с управляющим блоком и настроил. Вах! Рассказал все секреты? Да, рассказал. Но сам не сунусь. Да потому что есть человек, который сделает это грамотно. Получается, что для счастья нет необходимости брать первый этаж, выкупать, в деньги угорать в бешеный. Достаточно такого небольшого павильона? Ну, для первоначального старта, в принципе, неважным большой особняк, то есть достаточно небольшой точки торговой, чтобы начать раскручиваться и уже показать себя на рынке как бы, как специалистам, ну и просто как поставщиков оборудования. Это центр города, центр автомобильного города Металургов. То есть можно к вам сюда приехать, просто записаться и потом уже получать счастье? Ну, в принципе, можно и так, в том плане, что учитывая на данный момент ценовую политику по бензину и по газу, вы можете сэкономить деньги, переведя автомобили на газобаллонное оборудование. Ну, и достаточно дешевые цены по запасным частям на оборудование. Это уже как бы не последний фактор для того, чтобы использовать это оборудование на автомобиле. И вы будете сохранять деньги, тут ситуация проста. Бензин и в СССР стоил немало, но машины были роскошью. Сейчас каждый дурак себе это позволяет, но скулит же он и просто не понимая, что не надо перемещаться, если это делать не надо. Газифицированный автомобиль увеличивает мобильность в три раза. Но проблему мозгов-то не решает. И поэтому пробки. И тот, кто понимает, что работа на комбинате в большей мере приносит прибыль, используя трамвайчик, тот, кто может проехать до пятичасового коллапса или после, выбрав грамотное решение о переводе авто на газ, в действительности экономит в пять раз больше. Честно говоря, думал, что все, ЦГА прикрылась. В смысле, рынок, автомобильный рынок центральной городской ярмарки. Оказывается, нет. Потому что место хлебное, место хорошее. И невзирая на то, что скоро здесь будет действительно холодно. Но уже более десяти лет этот рынок существует. И все-таки есть смысл приехать сюда. Посмотреть, что тут есть. Потому что главная изюминка для нас, по крайней мере, это вот этот павильон номер 21. Приехали, записались или по этим телефончикам позвонили и получили счастье для вашего кошелька. И большее здоровье для вашего автомобиля. О котором мы поговорим чуть позже.